А когда-то над Нокией смеялись. Помню, когда Нокия сделала телефон со встроенным фонариком, пошли анекдоты про встроенные открывашки, ножики и так далее. То был нормальный телефон, просто в него добавили фонарик. А это фонарик со встроенным телефоном. Это же совершенно другое дело, и над этим никто смеяться не будет. Уже, потому что фонарики есть во всех телефонах. Пару дней назад был на выставке электроники и видел такой фонарик. А теперь смогу посмотреть на него поближе. Это, давайте посмотрим сразу. Это фонарик. Это телефон. Это Powerbank. Емкость батареи 7200 мАч заявлена. Вот это вот отверстие, чтобы заряжать. Это полноразмерный USB, чтобы заряжаться от этого фонарика. Это фотоаппарат. И это динамик. Это громкий такой говоритель, для того, чтобы под него можно было даже потанцевать. Еще это, еще это, еще это. Ну, в конце концов, он тяжелый, можно в кого-нибудь кинуть средства самозащиты. Давайте, прежде чем я буду разбираться, как его включать и что там можно делать, посмотрим, что в комплекте. Может, еще и комплектацию девят. Ну, зарядное устройство, неинтересное. Я думаю, может, солнечную батарею вложили. Это, ну да, это же фонарик. Соответственно, приделываем его вот так вот на руку. И так, ну, чтобы не потерять. Еще можно на шею такой же шнурок подлиннее купить. Представляете, с таким на шее ходить. Я знаю, извращенцы придумают этому еще какое-нибудь применение. Так, куда-нибудь посвятить. Гарнитура. Ну, понятно, здесь есть разъем для подключения гарнитуры и USB для того, чтобы заряжать этот фонарик-телефон. Характеристики. Это GSM-телефон с двумя сим-картами. Ой, блин. Из-за того, что вот этот вот экранчик круглый, смотрите, сбоку ничего не видно. Ну, правильно, никто заодно подглядывать не будет. Смотрите так прямо, а сбоку никто ничего не видит. Это значит еще и защита от утечки информации. Две симки вижу без... Так, он лог... Нет, не так. Так, куда вставляются симки? Симки, симки. Ну, USB я нашел. Это фонарик. Обязательно сейчас посмотрим, как в темноте светит. Давайте для начала проверим, есть ли русский язык. Меню. Контакт. А, звонки все. Сейчас я вот так вот поудобнее стану. Мультимедиа. Понятно, что это MP3-плеер. Это видео может проигрывать. FM-радио. Интересно, без наушников... Нет. К сожалению, без наушников FM-радио не работает. Но если бы еще без наушников работал, это было бы вообще круто. Включил свою любимую радиостанцию. Поставил так на парапетик. И зажигаешь. Так, ладно. А то опять скажут, что... Сейчас, Денис совсем с ума сошел. Настройки. Окей. И настройки телефона. Даты. Язык. Английский. Ба-ха-ха-ха-са-са. Русский. Русский язык есть. Отлично. Язык ввода. Выбрать. Тоже есть. К сожалению, на клавиатуре нет. Видите, русских букв. Но сейчас мы посмотрим, как это набирать без русских букв. Готово. В смысле, не видя. СМС-ку, что ли, хоть написать? Так. Главное. Сообщение. Написать. Это... Это вот номера. Вот. Вспомнить бы. Эй. 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 Ну, да, русский язык есть. Видите? Так что можно и писать, и читать. При том, что в отличие от некоторых других телефонов, где русские буквы... Скажем так, очень плохой шрифт. Здесь расстояние между буквами нормальное. То есть шрифт нормальный подобрали. Диагональ 1,6 дюйма. Разрешение. Да фиг его знает, какое тут разрешение. Так. Ладно. Давайте попробуем все-таки найти, куда симки пихаются, и посмотреть на батарею, как она выглядит. Потому что мне лично интересно, насколько она большая. Не сломать бы. Так. Может, в инструкции написано, как открывается. Да, наверное, что-то написано. Здесь все написано на китайском языке. Рисунков нет, поэтому без рисунков я не понимаю, как туда залезть. Чтобы... Пока я тут открываю, давайте пофантазируем, что еще сюда можно запихать. Но так как это GSM-телефон, все-таки хотелось бы 3G, чтобы поддерживал он. И вот здесь можно было смотреть карты. Прикольно же? А так только выход в интернет через GPS – это плохо. Дальше. GPS плюс... Плюс компас электронный. Я не понимаю, как открывается. Но не отвертками же. Отвертки же не идут. В комплекте. Компас с GPS-навигатором было бы прикольно, потому что... Ну, заблудился ты в лесу вот с таким фонариком. Раз, сразу включил. Вполне на этом экране можно рассмотреть там свои координаты. Найти. Сейчас я его точно сломаю. Меня уволят. Координаты. И можно было ориентироваться дальше. Что еще не хватает? Влагозащищенности явно не хватает. Я не говорю... А, пока не разблокируешь, нельзя выключить. Я не говорю о полной водонепроницаемости. Я говорю именно о том, чтобы... Ох! Ну, закрывались вот эти вот все отверстия. И чтобы... Ну, во время дождя хотя бы можно было ходить. Это ж... Это... И еще бы сюда хотелось отпугиватель собак, наверное. Ну, лично мне. Вот такая вот батарея. Тяжелая. Здесь написано 8000 мАч. На ней 29,6 Вт-часов. Я склонен верить, во всяком случае, по весу и по размеру, что вполне-вполне возможно. Внутри одна симка полноразмерная. Вот так вот открывается. Вот так вот вставляется. И вторая симка микро. А также поддерживает SD-карточки, как заявлено, до 32 гигабайт. Поэтому музыку и видео отсюда можно спокойно слушать, смотреть. Ну, и понятно, что камера тоже пишет только на SD-карточку. Внутренней памяти нет. Так, что... Блин. Вот китайцы, молодцы какие. Давайте посмотрим, насколько быстро грузится. Кнопка включения. Долгое удержание. А, не понял. Это, вроде как, прощание или нет? А, нет, нет. Вот так вот это выглядит на расстоянии нескольких метров на стене. Маленькое, очень яркое пятно. И большое, не очень яркое пятно. Сейчас вот край на телевизоре. Видно, надеюсь, вам? Вот так... О, ё-моё! Очень яркое вот это пятно. Если засветить в глаз, слепнуть можно. Пока тестировал бесчисленные функции этого фонарика, села батарейка. Поэтому пришлось постоять на зарядку. А когда тестировал громкость этого динамика, извините за выражение, чуть не обкакался. Сами послушайте. Раз, 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 проверь. Это, это, это на полной. Можно, можно использовать для того, чтобы устраивать дискотеки. Пока тестировал, также узнал, что есть внутренняя память 100 килобайт. Поддерживает SD-каршки до 64 гигабайт. Вот сейчас 64 гиговая запихана. Ага. Вот, еще только что узнал, что, оказывается, когда он стоит на зарядке, батарейку можно выдергивать. Фото и видео снимают ужасно. Давайте ради прикола посмотрим в конце видеоролика, что я там отснял. Резюме. Да кто там мне звонит-то? Если вы будете разговаривать по такому фонарику, вы обязательно привлечете к себе внимание. Что, что, кто, что хочет.